Уважаемые братья и сестры, я бы хотел рассказать сегодня о наищедрейшей семье. Представьте перед собой дом, двери которого не закрывались на протяжении 150 лет и до сих пор не закрываются. Двери их дома всегда открыты. Это семья Ас-Чатри. Их коронный девиз был следующий. Это был их коронный девиз, их семьи. Чедрый человек, близкий от Аллаха, близкий от людей, близкий от рая, далек от ада. Жадный, скупой человек, далек от Аллаха, далек от людей, далек от рая, близок к аду. И если человек не знающий, но он щедрый, любимый перед Аллахом, чем знающий, но скупой. Это был девиз их семьи. Шейх Саад Ас-Чатри, его отец, шейх Наср Ас-Чатри, его дедушка Абдул-Азиз Ас-Чатри. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. И есть такая поговорка у арабов. Дак Ас-Чабль Мидак Аль-Асад. Это тот львенок того льва. Хотелось бы вернуться чуть-чуть назад к его дедушке Абдул-Азизу Ас-Чатри. Раньше в Саудовской Аравии, до того, как стало королевством Саудовской Аравии, правили кланы Адаин. И всегда было между ними Адаин, всегда было между кланами война, вражда, войны. Как сказал Шаин. Иногда даже до того у них были такие войны. Мы выходили против своих братьев, воевать, если не находили никого, кроме как своих братьев. Тогда король Малик Абдул-Азиз, рахуму Аллах, хотел создать государство. И подумал, кого же можно выбрать в качестве мустащара, в качестве моего советника. И дедушка, шейха Саади Абдул-Азиз Ас-Чатри, с детства он был хакзан Курана. С детства он выучил Куран. Он родился в семье большого торговца. Его отец был большим бизнесменом. Потом он вырос. Тоже начал заниматься бизнесом и также брать религиозные знания. Но бизнес его отвлекал от этого, оставил бизнес и начал полностью углубиться в себя в поиски знаний. Он совместил между аль-имм и ахлят. Собрал вместе знания и ахлят, нравственные качества. В повестении знаний нету пользы, если нету нравственных качеств. И также нету в нравственных качествах, если нету знания, знания шариата. И когда спросили, король Абдул-Азиз спросил, кого же можно выбрать в качестве моего советника, сказали, если у вас есть Ас-Чатри. Им можно подойти в качестве советника Ас-Чатри. Абдул-Азиз Ас-Чатри, дедушка шейха Саада Ас-Чатри. Тогда 36 лет он был принцем, был калдой, был судьей шариатским, был ученым, который давал знания в мантик Ат-Ар-Рейн, такая некая деревня, село Ар-Рейн. 36 лет там призывал к Аллаху Субхану Ва Та'Аля. И хотел он вывести эти кланы, которые воевали друг с другом из зулумат-ль-джахр и ла-нур-ль-ин. Из темноты незнаний к свету знаний. И начал их обучать в Куран, обучал их шариату. Он был для них отцом, был для них братом, был для них советником. Вот как только-только начиналась война между ними, война, он оставлял их, клал их оружие и призывал их к миру. Вот такой был шейх Абдул-Азиз Ас-Чатри и назвали ему, дали ему прозвище Абул-Хабиб. Абул-Хабиб, отец любимчиков. Несмотря на то, что у него не было сыновей, которого звали Хабиб. У шейха Абдул-Азиз Ас-Чатри было 10 сыновей и 10 дочерей. Один из них, шейх Наср Ас-Чатри, отец нашего уважаемого шейха Ас-Чатри. Когда поехал на Хадж Абдул-Азиз Ас-Чатри и в на Хадже заболел, его сын, шейх Наср Ас-Чатри, привез его в Ирлияк, в военный госпиталь, там он его лечил. Потом король Фейсал приказал, чтобы его отвезли в Лондон на лечение. Прилетел он в Лондон, два дня полежал в больнице и умер. Перед смертью попросил телефон, уже он был тяжелым, уже был тяжелым состоянием, был голен. Попросил телефон, свяжите меня с королем Фейсалом. Этот король Фейсал дали ему телефон и начал он ему делать насахат, делать наставление перед смертью. И так ушел из этой жизни. Поговорка его была в его жизни, которую он всегда повторял. То есть у человека не может быть врагами, у знающего человека не может быть враги. Враги могут быть у кого? У неграмотного, у невежды. И его враг, первый враг, это его неграмотность. У шейха, как мы сказали, было 10 сыновей. Один из них был шейх Наср Ас-Чатри. Мы сейчас перешли к отцу, к отцу нашего деда, перешли к отцу уважаемого шейха Саад Ас-Чатри. Шейх Наср, его мама была Мунира, дочь Абдурахмана, из Бану Халида, от потомки Халида и Бану Халида. Шейх учился у своего отца Абдул-Азиза, взял знания шариата, выучил Коран. С детства он интересовался знаниями. Очень был спокойным человеком, никогда не понимал свой тон, несмотря на кто бы перед ним ни был. Ученый, принц, король, обычный человек всегда спокойно говорил. И у него было два сыфата. У него было два сыфата. Это Аш-Чуджа'а валь-Карам. Храбрость и щедрость. Был очень щедрым человеком. И арабы любят Аш-Чуджа'а валь-Карам. Арабы любят храбрых, и арабы любят щедрых людей. Очень много читал, посвящал свое время Курану, чтению Курана. Постоянно он был с Кураном. Когда он выезжал на свою дачу, и для того, чтобы почитать Куран, говорил своим сыновьям, я пойду немного погуляю, пройдусь. Спрашивали, сколько ты сегодня, папа, погулял? Примерно 7-10 километров он ходил пешком. Но он не говорил, я прошел 7-10 километров. Я прошел от этого аята до этого аята. То есть он специально хотел для того, чтобы повторять Куран. И всегда он призывал людей читать Куран. Когда у него что-то болело, живот или голова, он не брал таблетки, не принимал какие-то лекарства. Сказал, дайте мне Куран, и читал Куран. И тем самым, аль-хамдалля, получал шефа от всевышнего Аллаха. Очень бдительный был к своим сыновьям. У шейха Насара Аш-Чатри было 17 сыновей и 11 дочерей. И один из его сыновей, его копия, его копия шейха Саад Аш-Чатри. Которому сегодня посвящен этот вечер. Шейх Саад Аш-Чатри, который является сыном шейха Насара. 25 января 2015 года король Салман назначил его советником королевства двора в ранге министра. Он также является членом высшего совета ученых королевства Саудовской Аравии. Также членом факультета права и политологии университета короля Сауда. Как раз университет короля Сауда. Тот университет, где Аллах Сауна Таиле позволил мне, высаду Ибрагиму, закончить этот университет. Получил научные рекомендации от ученых, таких как шейх Абдул-Азиз бин Баз, Ибрю Узаймин, Абдул-Азиз Абраджихи, шейх Абдул-Азиз Али-Шейх, Салих Аль-Фаузан, Абдулла Аль-Баррак и другие. Получил множество научных наград в номинации новой книги года от ряда ученых, таких как шейх Абдулла Аль-Акиль. Автор большого количества книг и исследований, которые способствовали обогащению научных комитетов в исламском мире, возглавлял на самых высоких уровнях членские организации и комитеты. Это один из семнадцати сыновей, шейх Адмаса Расчатри, которому посвящен сегодняшний вечер. Шейх Адмаса Расчатри, когда брал его сыновья, рассказывает, шейх Саад, рассказывает, когда мы были детьми, и вот это такое, уважаемые братья и сестры, мы должны для себя взять в этом урок, как мы должны обращаться к своим детям. Каждый из вас отец, каждый из вас мама. Когда мы выезжали, были еще маленькими, хотели с отцом поехать, когда он отправлялся в какой-то город далеко на машине, он сказал, я вас возьму, но только при одном условии. Если вы возьмете свои книги, которые будете изучать на следующий год, тогда будем по дороге ехать, будете мне сдавать уроки свои, я буду вас поправлять. И так во время путешествия они сдавали наизусть своему отцу, а их отец их поправлял. Ночью они сидели, читали вместе намаз нахачу со своим отцом, читали Коран. И шейх Саад рассказывает, когда мы еще были маленькими, наутрие намаз отец поворачивался и смотрел, все ли дети в мечети или нет. И один из наших братьев, доктор Абдул-Азиз, не пришел на намаз. И он подошел к нему с улыбкой и сказал, ведь он никогда не грелся, сказал, я бляйя, сара салата каляк, о, мой сыночек, твой намаз для тебя, но твой намаз, сыночек, поможет мне в судный день перед Аллахом, субханаму ва-та'али. Шейх Абдул-Азиз говорит, я запомнил эти слова своего отца до сегодняшнего дня. Постоянно живу с этими словами. Также, его прозвище было Мусташар Мулюк. Мусташар Мулюк советник королей. Он был советником короля Фейсала, короля Халида, короля Фахда, короля Абдул-Лей и короля Салмана. Мусташар Мулюк, они очень сильно ему доверяли, очень сильно его любили. И когда король Фейсал взял его после его отца в качестве своего наставника, в качестве своего Мусташара, своего советника, он ему сказал, я шейх Наср, тарар, аль-мульк ла-и-сар-нянки. Он что сказал? Шейх Наср, правление в королевстве Сауэз-Карабе не может быть без тебя. Правление наше Сауэз-Карабе будет вместе с тобой. Очень сильно его любил. И когда умер король Фейсал, король Фахд сказал, я шейх Наср, король Фейсал был твоим другом, возьми и ты его положи в Ляхд. Он тот из тех, который похоронил и положил в Ляхд короля Фейсала. Потом король Халид, когда стал королем, он всегда с ним выезжал в какие-то путешествия. И одна из историй, когда король Халид улетел в Швейцарию для того, чтобы сделать себе операцию на ногу, ему после операции сказали остаться какое-то долгое время в Швейцарии. На что он сказал, я не могу столько долго здесь быть без шейха Насра. Я хочу вернуться в Риад и на Сюна, а привезу, возьму с собой вместе докторов из Швейцарии, там меня будут лечить. Но хочу читать намаз за своим шейхом, за шейхом Насаром. И когда он вернулся, шейх Насар читал намаз в Сурат-эль-Му'минон. И когда дошел до аятя, где Всевышний сказал, их лица будут кинуты в ад, в огонь, и они будут в мраке. После намаза король Халид сказал, я шейх Насар, когда я прочитал этот аят, я хотел вот-вот уже заплакать, но вспомнил то, что имамом стоишь ты, а ты праведный мой друг. И так же он сказал, шейх Насар, кто бы у меня ни был в моем кабинете, будь ты это король, принц, президент, если настало время намаза, заходи и зови меня на намаз. Вот такая у них была дружба с королем Халидом. Один раз, когда король Халид с королем Халидом пошли в гости к шейху бню Узамину, тогда король Халид спросил у короля Фахда, в середине был шейх Насар, король Фахд, как ты думаешь, кто занимает первое место в сердце шейха Насара? На что он сказал, я думаю, наверное, это принц Султан первое место занимает в его сердце. Кто же второе место занимает в его сердце? Я думаю, что это принц Салман, в тот момент король Салман был принцем, мэром города Эр-Яр. Какое же место ты занимаешь в его сердце, о, король Халид? Я думаю, что мое десятое место. А какое же твое место, король Фахд? Я думаю, что мое место, сотое место только в его сердце. Так они любили, хотели получить место в его сердце, в сердце шейха Насара. Тогда шейх Насар сказал, Он сказал, Бойтесь Аллаха и не говорите то, что я не сказал вам. Поистине, ты король Халид. Первое место в мое сердце занимаешь, а ты король Фахд занимаешь второе место. Из его постоянных наставлений к королям было следующее. Он всегда говорил, обращался. Он всегда наставлял и говорил, Знаете, если кто из вас является правителем среди мусульман, если он обманывает свой народ, в судный день воскреснет, Аллах Субхану Аталья будет недоволен им. Такое было наставление правителям. И правители брали его наставление, любили и любили его наставление. После короля Халида стал королем король Фахд. Король Фахд также сильно его любил, его уважал. После короля Фахда стал король Абдуллах. Король Абдуллах сказал ему, Я, шейх Насыр, О, шейх Насыр, поистине ты ближе для меня, чем остальные люди, чем другие какие-то люди. И очень сильно его любил, очень сильно его уважал. И когда король Абдуллах должен был улететь на операцию в другую страну, а в тот момент уже шейх Насыр был болен. У него болели почки, и делали ему гасиль уль-киля, ему делали некие вот эти вот процедуры на его почки, как диализ. На следующий день король должен был улететь на операцию за границу, а у шейха нужно было делать диализ. Тогда он спросил своего сына, можем отложить диализ? Он сказал, папа, тебе будет тяжело, если мы отложим. Нельзя откладывать эту процедуру. Тогда он говорит, давай я позвожу королю Абдуллу, попрощаюсь с ним. И это был последний разговор между шейхом Насыром и королем Абдулллой. Он позвонил ему и сказал, я малик Абдуллах, я на бель ум, не могу ни дуа. О, король Абдуллах, я сейчас уже в таком возрасте, уже не могу тебя проводить, кроме как сделать за тебя дуа. На что ответил ему король Абдулллах и сказал, я, шейх Насыр, инна ка садиху н вафи, инна ка садиху н вафи, о, шейх Насыр, ты праведный друг, ты искренний друг, ты близкий мне брат. И уже больше они не встречались, умер король Абдуллах. Амир Султан также его очень сильно любил, всегда, когда он приходил на какой-то межлист, он его встречал, рядом с собой сажал, улыбался ему в лицо и говорил его сыновьям, поистине я вижу в вашем отце не просто советника королей, а вижу в вашем отце того, кто напоминает нам Абдуллаху и Субханалу, и ваш отец сказал, увеличить чтение Корана от такого-то количества до более, больше к более количеству. Я этому придерживаюсь, ответ сказал принц Султан. Потом стал королем король Сальман. Король Сальман постоянно, у них было близкое, очень близкое отношение и сказал, я, шейх Насыр, твой дом для меня как столовая, постоянно у него обедал, постоянно он у него ужином. И один раз, когда утром пошли на утреннюю молитву король Сальман и Девушки отдыхают на твою займет твое время для занимает время короля кто-то помимо тебя и король салман звонит его и говорящих нас а где ты тараку все это воды твоим стулом свободно и мы не видим тебя за ужином на что он ответил мне неудобно же с тобой настолько находиться проводить времени посвятите время кому-то помимо меня на что он сказал если мы тебя в день будем видеть 10 раз тогда ты нам не сможешь надоесть до того они его любили мухаммад амир мухаммад бен салман был еще когда студентом постоянно посещал дом шейха насара его же дом у шейха насара двери были всегда открыты у него был дом в рияде дом в тарифе в дом джидди и дом в мекке всегда приходили люди которых он принимал после утреннего намаза и после асар намаза приходили уважаемые братья и сестры все люди кто нуждались в его помощи ведь он был советником короля и его решить помочь им решить их вопросы приходили сейчас я говорю я видел один раз у отца после утреннего маза около 60 человек один из африки другой из индии 3 из пакистана один из саудовской аравии то есть из них разные положения в обществе каждому даю свое время выслушивает если может тут же звонит королевский дворец и решает их вопросы если не может то откладывает потом эти сам или берет его за руку вместе заводит королю то есть вот такой был он на щедрейшей души открыт его сердце было помогать людям на что он всегда говорил своим детям помогайте людям старайтесь помогать быть полезными самый приближенный люди к аллаху все кто более полезных людям его двери всегда были открыты и заходили к нему на уроке правильного знания также обедали у него ужинали когда он захотел на еще намаз на что на вас мечеть у него был голос прекрасный голос где он всегда говорил призывал людей постоянно так на протяжении каждого дня всю мечеть забирал к себе на ужин заводил тогда уже его дети сказали папа но ведь это тяжело каждый день назад на обед на ужин приводить людей домой сколько нужно тебе сил и времени на что он сказал о мой сынок мы звали людей не закрывали двери я родился в этой жизни у моего отца двери его дома были открыты он мой отец родился его цепили двери открыты я родился увидел это мы принимали гостей когда у нас не было ничего что положить на стол чтобы угостить а сейчас у нас много еды много не бараката как мы можем не приглашать гостей очень сильно любил гостей обучал обучал в своем же доме и также один из его учеников был шейх великий ученый абдуллах бен-джабрин рамма а также шейха хотели увидеть в гостях всегда его приглашали в гости его сына абдуллахис рассказывает то есть бывало то что вечером в саудовской аравии обычно свадьба в вечернее время проводится и приглашение 5 приглашений в один день и часто так было иногда в один день три приглашения 4 2 часто было когда 5 приглашений и мы выходили вместе с отцом 4 уже свадьбы посетили поздоровались поздравили одна свадьба на юге ряда другая на западе 3 на востоке и 5 свадьба была далеко чуть-чуть от ряда и имя неизвестное было потому что человек написал своей карте приглашения свое имя своего клана они свое имя и даже мы не знали кто это и мы сказали папа ты уже устал уже это вот тут у тебя возраст тяжелый тебе нужно отдыхать ничего страшно если мы не поедем и он мне квартал жизненный урок и сказал ясно я были ума срок у нас по дороге у меня люди англия возвысили пригласили отправили приглашение я могу же поехать просто дать им салям и поздравить их почему бы нам не поехать не сынок поехали то есть такого в рамках человек советник короля и поехал чтобы поздравить людей даже которых он не знает и когда мы приехали оказалось это люди которые мы знаем просто написал имя приглашение своими имя своего клана своей кобили потом когда шейх нас заболел у него было проблем с почками каждый день его посещали его родственники близкие постоянно посещал король сама и принц мухаммед бин санна перед смертью он позвонил за день перед смертью позвонил каждому свои и своего сыновей альхамдуллах 17 сыновей 11 дочерей каждому позвонил и сказал бойтесь аллаху субханаму ате аля не забывайте никогда всемишнем аллаху субханаму ате аля о дети о мои дети среди вас должно быть братство никогда не разделяйтесь не расходите не спорьте ради этой дуне каждому успел позвонить в тот момент его сын санна был вместе с ним в больнице в госпитале в реанимации и он смотрит на дверь уже был больной и мне говорит я волей альбар 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 о сыночек о сыночек дверь открой дверь в реанимации вдруг пройдет здесь какой-то больной человек будет нуждаться моей помощи не сможет достучаться я заплакал как вспомнил то что его двери 150 лет не закрывается и даже находясь в реанимации он просил чтобы открыли дверь и даже уже перед смертью он сделал вас я своим сыновьям и сказал сыновья я ухожу из этой жизни дайте мне звонок попрощался с королем салманом сделаем у нас на влении рассказал бойтесь аллаху субханаму ате аля берегите свою религию и сказал своим сыновьям то есть какой должно быть сердце человека даже он позаботился о тех люди которые придут на его погребаль на молитву он сказал это было в 2021 году в июне месяце год назад будет жарко если умру в риаде жарко днем похороните меня после асара чтобы люди многие захотят прийти почитать на меня намаз сделать за меня дуа, джаназа похоронить меня сделайте так чтобы меня похоронили после асара намаза потому что днем будет пекло людям будет тяжело стоять пускай лучше после асара когда уже будет садиться солнце его похоронили после асара четыре раза на него читали джаназа намаз потому что столько количества людей смогли собрать в одном месте и похоронили его на ма-тур-тур-тур-тур-тур-риад в риаде на кладбище руд вместе где похоронены короли шейхи и ученые вот эта история о том доме, уважаемые братья, двери которого не закрывались и не закрываются до сих пор на протяжении 150 лет ващадку ма-кхай ва саламу алейкум ва рахи ва рахи ва ракатхи Спасибо.